Здравствуйте! Зелёный туризм. Я думаю, что это понятие для вас уже давно знакомо. Но вот что такое сегодня зелёный сельский туризм? Насколько он развит в нашей стране, в нашем регионе? Насколько люди, которые его организовывают, удовлетворены результатами своего труда? Вы знаете, меня эта тема очень давно интересует. И сегодняшняя наша передача, как вы уже понимаете, именно об этом. И человек, с которым я сегодня вас хочу познакомить, хотя, наверное, вы тоже его знаете, он в эфире нашего канала нередко бывает, Владимир Выборный. Но в данном случае он выступает в ипостасе председателя областной организации Республиканского союза, который способствует развитию сельского зелёного туризма. Добрый день, Владимир. Добрый день. Я не буду врать, мы с Владимиром знакомы, как говорят, уже миллион лет, поэтому будем общаться так, как мы привыкли обычно общаться. Да. Володя, ну, прежде всего, вот, знаешь, я этим заинтересовался, ну, я думаю, лет 15 назад. Вот для меня появилось такое понятие «зелёный туризм», я начал к этому присматриваться, интересоваться, ну, чисто по-человечески. Что такое сегодня зелёный туризм? Вот насколько он сегодня развит в нашей стране, в нашем регионе? Ты ведь не в теории-то знаешь, а в практике. Пожалуйста. Ну, да. Я зелёным туризмом занимаюсь уже 8 лет. Основал казацкий хутор Галушковка в Петриковском районе. Ну, я знаю, ты автор этого хутора, да? Да, да, да. То есть, вот это, там у него своя история интересная. Вот, это действительно был хутор, основанный запорожскими казаками, вот, в 1640 году. Ну, потом, по мере того, как развивалась эта территория, естественно, вот мы сегодня получаем хутор, который находится в составе населённого пункта, село Гречаное, Петриковского района. Вот. И он является таким объектом сельского зелёного туризма. Ну, мы хутора ещё коснёмся, а в целом всё-таки… Я хочу перейти, да. И получается, что, если в целом рассматривать сельский зелёный туризм, то на сегодняшний день даже нет такого чёткого терминологического определения. То есть, вот, в нашей спилке, да, сприяние, розвитку сельского зелёного туризма в Украине, у нас есть и учёные, там, и юристы, и вот у нас постоянно происходят даже такие терминологические дебаты, а что это такое. Вот, практики говорят это одно, теоретики говорят другое. По большому счёту, это туризм в сельской местности. И всё, что связано с природой, которая, там, примыкает вот к сельской местности, это также будет сельский зелёный туризм. Вот, по большому счёту, если просто, это первое проживание у владельцев сельских домов. Это вот такое, первая услуга проживания. Сегодня это, скажем так, и социальная задача, то есть, таким образом, если сельские жители будут поворачиваться к этой теме, скажем так, правильно, они будут самозаняты. Это рабочие места. Да, и сельский туризм, это вот одна из вот тех удочек, может быть, для того, чтобы спасти село, занять население. Но вот сегодняшние результаты развития зелёного туризма подтверждают это, вот если мы говорим о спорах теоретиков и практиках? Да, сегодня процесс идёт не так быстро, потому что всё-таки война на Донбассе помешала этому процессу. Вот, но, тем не менее, рост есть. Особенно в регионах, вот западной Украины, очень хорошие результаты дают. Киев, Полтава, Харьков, у нас меньше, но за вот последние даже вот такие проблемные, будем говорить, годы, всё равно у нас есть рост. Сегодня у нас, вот в нашей областной организации 22 члена, то есть, 22 садыбы, я скажу, они являются у нас вот уже туробъектами. А какая география этих садов? Конечно, большинство сосредоточено в Петриковском районе. Сегодня Петриковский район, это всё-таки бренды области нашей, и вот в сельском туризме Петриковский район доминирует. Ну, уже есть в Солонянском районе, в Синельниковском районе. У нас даже появилась такая, я бы сказал, садыбали, объект, вот как такой ландшафтный парк. В общем-то, за рубежом, особенно в Британии, я знаю, сады частных людей, они открыты для посещения. Это тоже сельский туризм. И вот коллега Светлана Кульбашина создала у себя вот такой парк, и теперь к ней приезжают люди, отдыхают, фотографируются и так далее. И это пример того, что любой дом, если его прибрать, причесать, покрасить, убрать мусор, то есть он может быть объектом туристического назначения. Это очень важно. А вообще, вот давай так в комплексе услуги, которые могут предоставить люди, которые занимаются зелёным туризмом. Вот приехал отдохнуть, сфотографироваться. Ну, наверное, этого мало. Отдохнуть как? Здесь и питание. Конечно. Здесь наверняка могут быть какие-то исторические вещи, которые интересны с точки зрения познания, да? Да. Вот как в той же Галушковке, Казацкий край, да? Да, да, да. Вот что здесь, вот вокруг, только приехать и посмотреть? Конечно, исторические места, первое, привлекают. Второе, привлекают природу. И, а у нас она богатая, при том, что степной край, ну, у нас очень много исторических памятников, о которых мы не знаем. И знают только специалисты. Это первое. Второе, значит, посещение, я уже сказал, да, посещение исторических мест. Второе, это проживание в сельских домах. Это вот типичная услуга проживания. И одно из таких главных направлений в сельском туризме – проживание. Затем уже идут, как бы, последовательно остальные услуги. Это питание, это и агротуризм, который также сюда может быть отнесен. Потому что есть люди, которые приезжают и говорят, мы хотим Галушки, мы хотим борщ разных вариантов, там, каши, кабаковой и так далее. Мы даже проводим уже фестивали. Фестиваль борща, фестиваль галушек, там, фестиваль сала, ну, и так далее. Галушка должна стать брендом. Ну, у нас это бренд. Да, у нас это бренд. Вот, поэтому, опять же, вот сельский туризм – это некий стержень, принцип, на который можно накладывать и велотуризм, и сплав там по реке. У нас, например, в нашем регионе – это Орель, прекрасная река, хотя там, да, свои есть проблемы, вот, но, тем не менее, она чистая еще, на ней можно кататься, купаться, рыбу ловить. Это все эти природные факторы, они все только добавляют популярности сельскому туризму. Вот, кстати, по поводу Орели, ты сказал о том, что сегодня концентрация зеленого туризма более всего в Петриковском районе. Да, у нас, да. Да, так исторически сложилось. А вот Орель и Царичанка, Магдалиновка – это ведь природный ландшафт просто сумасшедший в этих районах наших. Почему там не развивается? Ну, в Царичанке тоже есть два объекта. Почему я сказал за Петриковку? Потому что там больше. Вот, то есть там 15 объектов, а остальные распределяются вот уже по другим районам. Ну, мы сейчас ведем такую информационную работу, ведем работу по привлечению новых членов в нашу организацию. Конечно, пока сейчас не так все идет гладко. Вот ситуация в стране, политика. Но, тем не менее, мы говорим о том, что если сельское население наведет у себя порядок в доме, у них может быть уже небольшой бизнес. То есть здесь не нужны и большие вложения. Инвестиции большие и не нужны. Не нужны кредиты большие. Нет. Просто заняться своим подверьем, своим домом, привести это в порядок. И вполне можно зарабатывать деньги на той земле, на которой стоит твой дом, где ты выращиваешь картошку, помидоры, ну, одним словом, всю городину, да? Да. Кстати, вот к нам, допустим, приезжают дети, которые, например, не видели живую лошадь. Он садится на лошади и говорит, у вас хорошая корова. И такое есть. Дети не видят кур, они только их видят в супермаркете. Поэтому это, на самом деле, это проблема. Это еще и познание жизни ко всему. Да, да, да. А вот есть какая-то статистика, занимаетесь вы этим или нет. Ну, скажем прямо, в последние годы уже не то количество людей, украинцев, я имею в виду, могут позволить себе полет в Эмираты, да и в ту же Турцию, в тот же Египет. Это такие вообще принятые еще недавно курорты. Вот зеленый туризм в данном случае здесь дает возможность говорить о том, что люди больше увлекаются своим туризмом, с тем, что называется, по своим родным местам. Да. Сегодня тенденция к увеличению посещения, допустим, нашего региона, она увеличивается. В денежном выражении, ну, конечно, нет. Мы знаем инфляция, вот, потому что мы, например, уже три года не изменяли цены. Но в количественном выражении, да. То есть люди постепенно начинают изучать свой край, интересоваться традициями, интересоваться, в общем-то, ну, опять же, вот теми же продуктами, да, питаниями, как они выращиваются. Ведь тут, здесь много, может быть, интересных вещей, экологическое выращивание овощей, там, ну, скажем, любых растений, которые мы используем. Экологически чистый продукт. Да, 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 да. Я вот такую, не знаю, историю, слышал такую историю, не знаю, правда или нет, но тот, кто рассказывал, ну, вроде бы, никогда не врал. Ну, вот где-то в Киеве появился иностранец, по-моему, агличанин, которому очень захотелось побывать вот в такой глухой, даже, скажем, деревне. И его привезли в нашу область. Вот просто пожилой женщине сельской его поселили. Он три дня пил яйца из-под курицы, он пил молоко из-под коровы парное. Он где-то там вот на речке делал вид, что ловит рыбу. Банька какая-то была по-черному. Он был просто в захвате, как-то кажуть, оставил этой женщине тысячу долларов и считал, что он, ну, за совсем маленькие деньги, как говорится, познал рай на этой земле. Вот такие варианты, они сегодня естественны или нет? Или война мешает? Конечно, война мешает однозначно, но вот по нашему опыту иностранцы приезжают в основном в составе делегаций по бизнесу. То есть, когда компании приглашают партнеров, и потом у них возникает проблема, куда повезти гостей. И вот Петриковка как раз здесь помогает, и бренд помогает. Вот они везут к нам. И я скажу так, конечно, иностранные гости более восприимчивы к старине. Они более оценивают. И когда он видит хату-мазанку, которой там 150 лет, которую мы реконструировали, вот приезжал, кстати, вот один итальянец, и он вокруг нее бегал, ее трогал и кричал, терракота, терракота. И мы ему потом рассказывали, как это все строилось, как потом реконструировалось. Они это ценят. К сожалению, наш турист пока еще не на таком уровне. Но уже есть проблески, есть тенденция к стремлению познания нашего края. Это радует. Вот вы собираетесь в вашей структуре, в ассоциации, и здесь, и я знаю, ты в Киев ездишь. Да, да, да. Вот у нас вчера было только заседание правления спилки, дебаты были. Вот какие вопросы, какие проблемы прежде всего сегодня вас задевают? Что вы хотите сегодня решать прежде всего? И решаете прежде всего? Ну, если рассматривать, допустим, цели и задачи республиканской организации, вот, конечно, вот, кстати, ей уже 20 лет, то есть она 20 лет существует. Уже вот уже задавая. Да, и вот несменный председатель правления Владимир Васильев, он как бы проделал большую работу по законодательной части, то есть были инициированы законы о сельском туризме. Ну, ввиду различных ситуаций, они не доведены до конца, потому что, ну, как бы какой-то сельский туризм, недопонимание происходит еще. Вот, но при этом работа была большая сделана. Ведется пропагандистская работа, информационная работа. Но сейчас это, вот, как любая организация, она переживает взлеты, падения, и сейчас происходит некий спад, опять же, внешние факторы влияют. Но, вот на последних конференциях и, значит, заседания правления наметился путь по ее реконструкции. То есть сегодня мы акцентировали вот свою деятельность на информационную работу, то есть мы работаем сейчас над платформой в интернете, сайт будет очень хороший, который будет продвигать тур-объекты. То есть, собственно говоря, одна из задач, вот почему в спилке написано, да, в названии способствование, сприяние. Вот, и, собственно говоря, это ее миссия. И вот, в первую очередь, сегодня спилка рассказывает, что это такое. В нашей спилке есть ученые, которые пишут книги, статьи. Вот, и не хватает сегодня бизнеса, не хватает коммерческой составляющей в этой спилке. И вот мы над этим сегодня работаем так, чтобы член спилки мог почувствовать поддержку в бизнесе. В обучении бизнесу, в его продвижении. Вот это, как бы, две такие сейчас основные, главные будут задачи стать. Это обучение и продвижение членов спилки. Чтобы они почувствовали, что они нужны. Потому что спилка, она строилась раньше сверху вниз. А сегодня надо, чтобы она снизу вверх строилась. Потому что, если низы не понимают стратегии компании, то они ее не будут выполнять. А инвестиционные процессы, до сколько сегодня? Ну, насколько мне известно, они очень слабые. Ну, разве что, можно сказать, инвестируются деньги в какие-то объекты, связанные с турбазами, с небольшими. Вот тут, да, инвестиции идут. Что касается сегмента сельских домов, ну, сегодня трудно себе представить, чтобы кто-то построил дом. Вот мы знаем, сколько это стоит. И занялся сельским туризмом. Нет. Я думаю, что наиболее оптимальный вариант использовать то, что есть. Вот я хотел сказать. Ну, действительно, сегодня инвестиции, я был убежден в том, что они сегодня достаточно слабые, если они и есть. И, наверное, это не последний год такого состояния, к сожалению. Да. Ну, в свое время довелось походить, ну, скажем так, пригород в Голландии, где, вот что называется, этническая деревня, назовем ее, с мельницами, с речками, с лугами, фабрика, которая производит знаменитые голландские деревянные. Деревянные, нет, и сыры, да, и туфли. Деревянные туфли голландские. Да, я знаю. Вот. И, ну, это просто такая баглепия. Картина, конечно, просто потрясающая. Во многих книгах есть эти снимки. Сегодня наши села, к сожалению, выглядят не так. Далеко не так. Мне кажется, да. Мне кажется, что вот в те времена, которые мы сегодня сейчас тахаем, советские, они выглядели гораздо лучше. Ну, понятны причины. Сегодня безработица не только в городе, а и на селе. Вот тот путь, о котором ты говоришь, свой дом, свой участок привести в порядок, зарабатывать на этом деньги. И помидоры выращены, и огурцы не только себе, а вырастить и для тех, кто приедет. И действительно, сегодня на турбазы ездит летом особенно, ну, достаточно много людей. Да, много. И в зимнюю пору тоже на лыжах покататься там, вижу своими глазами это. Вот что нужно было бы сегодня сделать, не знаю, может быть, какая-то минимальная материальная поддержка. Может быть, просто хорошая иритация, пропаганда этого дела. Для того, чтобы сельский житель, который сегодня, вот в эпоху развала колхозов, не совсем интересной работы сегодня тех, кто взял земли в аренду. Ну, много там проблем в сельском хозяйстве, я не специалист, говорить не буду об этом много, но вижу, понимаю, что это сегодня так. Вот что необходимо сделать, чтобы более массовый характер приняло вот это движение, которое «моя хата, моя работа, моя жена, мой зам, мой сын, второй подчиненный». Ну, одним словом, когда это действительно в семейный бизнес превратится. Ну, первое, конечно, должна быть государственная поддержка. Без нее будет очень тяжело. Здесь речь не идет о том, чтобы давать деньги на строительство домов, нет. Государственная поддержка, в первую очередь, должна быть в информационном поле, вот обучении и инфраструктуре, хорошие дороги. Без хороших дорог турист не поедет. Это однозначно. Понятно. В нашем случае… Ахлобили разбивать. Да. В нашем случае, вот в локальном, мы с этим сталкиваемся. До Петриковки прекрасная дорога, уже за Петриковкой чуть хуже, а к нам она совсем плохая. Поэтому мы своими силами там принимаем участие в ее реконструкции. Это первое. Второе. Я надеюсь, что путь децентрализации и формирование громад, он даст толчок и в развитии сельского туризма. Потому что как только громада организуется, через какой-то период времени она выходит на свою самоокупаемость. Вот. И вот как раз сельский туризм и может быть в помощь. А сегодня у власти областной есть вообще эта тема в каком-то преломлении? Вы знаете, я общаюсь с представителями власти и на районном уровне в Петриковском районе. Как бы поддержка есть. Вот. Ну, хотя бы нам не мешают. Я считаю, что это большая поддержка. Второе. Помогают советам. Это тоже. Второе. Вернее, третье. Вот, например, областная администрация помогает тем, что приглашает нас на эфиры. Вот в прошлом году мы достаточно часто участвовали в эфирах, посвященные сельскому зеленому туризму. Пресс-конференции проводили. Вот. В этом году мне сказали, что будем проводить семинар. То есть какая-то информационная работа ведется. И это радует. Конечно. Вот. Но если еще будут дороги хорошие, то будут очень хорошие. Ну, значит, наверное, нужно создавать какое-то лобби в депутатском корпусе для того, чтобы эту тему... Или сложновато? Это сложно. Хотя фермеры, конечно, создают, но у них уже есть какие-то лобби. Просто вот этот класс сельского туризма, он разрозненный. Вот, наверное, Высоцкий когда пел, как он пел, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Вот. Вот. Поэтому вот пока здесь такая ситуация. Мелкий бизнес, даже бизнесом его назвать трудно, это самозанятые люди, разрозненные. И вот одна из задач спилки – как-то их объединить. Ну, вот я понимаю, что в Вашем случае в Галушковке, в Петриковском районе вообще, вот создался некий оргцентр, что ли, который все эти вопросы под своим... В общем, они все у него на виду. И поэтому и дело более интересно идет, нежели в других регионах наших. Да, да. Вот, может быть, и с этого надо начинать. Ну, как раньше было. Надо создать партиячейку из трех человек. И дело покатится, да? Да. Вот, может быть, и здесь что-то такое, заинтересованных людей начинать отбирать в том или ином районе. Вот, я очень люблю Царичанский район, люблю Новомосковский район. Для меня это вот, ну, настолько природно интересные места, что, мне кажется, грех, если житель нашего региона вот просто не побывает в этих районах, там, на каких-то отрезках своей жизни. Ну, Шарель – красавица, действительно, она, слава Богу, пока еще одна из последних, наверное, чистая. Да, грех. Вот, леса сосновые с корабельной сосной – это тоже, ну, просто удивительные места. Вот, я не напоминаю, тут такие финские ландшафты порой, когда в лес сосновый зайдешь в районе Царичанки, Китай, города. Вот, может быть, здесь, ну, я не хочу назвать это силовым вариантом, но каким-то таким напористым вариантом организации там, в конце концов, потом, может быть, люди и спасибо скажут за то, что их привлекли к этому. Показали, научили, и они свои хатынки сделали настоящими хатынками, не только для себя, а и для других. И, в конце концов, это украшает и область. Да, мы к этому стремимся, мы создаем вот эти ячейки, вот, еще, конечно, не так активно, вот, потому что проблема с донесением информации. Вот, пользуясь случаем, да, я приглашаю всех заинтересованных лиц в нашу организацию к совместной работе, поэтому я надеюсь, что вот эти буйные к нам придут. Ну, и в Галушку, на Галушке. Да, в Галушке, на Галушке, в Галушковку, да, конечно. Вот, кстати, масляная вот скоро будет, 25-го числа. Поэтому мы над этим работаем. Но еще проблемы менталитета играют роль, финансовые проблемы. Ну, хотя я бы, наверное, конечно, поставил бы проблемы, наверное, вот, менталитета… Сначала надо владеть идеей. Да, идея, нужно перебороть себя, нужно в это поверить, и нужно начинать с себя все делать. То есть, если над собой работаешь, то тогда все будет нормально. Я в этом тоже убежден, потому что, ну, вот у меня перед глазами тоже есть самые разные сельские дома, подверья, где люди вот по нынешним временам, ну, живут как-то вот, ну, что Бог пошлет, скажем прямо. Что-то там на огороде сделали, где-то чего-то там купили, перепродали, где-то металлолом украли, сдали. Ну, в общем, чем могут, пробавляются. Хотя руки сильные, детей достаточно, чтобы могли, как говорится, помощь в этом деле родителям оказывать. Тут, действительно, вот, менталитет сегодня просто не сориентирован в эту сторону. Да, абсолютно. Абсолютно. Здесь нужно, ну, достаточно работы, чтобы… Я скажу, корень проблем лежит в нашем образовании, начиная со среднего образования. Нас, ну, допустим, да, мы учились в советское время, нас вообще, можно сказать, не учили бизнесу, вот. А современного школьника также не учат, то есть не учат предпринимательству. Проблема в том, что если бы школа учила предпринимательство, не экономики, я знаю, там у них вроде какой-то курс есть по экономике, но экономика – это курс. Я сам экономист по образованию понимаю, что, выйдя из здания вуза с экономическим образованием, ты не будешь еще предпринимателем. То если бы в школе была профориентация правильная на предпринимательстве, то мы бы у выпускников имели бы другое сознание, абсолютно другое. Ну, сегодня, к сожалению, не знаю, к сожалению или к радости в школе идут такие перестановки в плане предметов, которые будут изучать школьники. Уменьшаются ресурсы одних предметов, других предметов, а то, о чем ты говоришь, это действительно так, но может быть, потому что в прежние времена, вот, это уже действительно совковое, но не было в почете слова «предприимчивость». Да, не было. Это негативное слово было. Ну, во-первых, было уголовно наказуемо. Да, я же вот только хотел сказать об этом. Наоборот, за это гнобили наклоняли за то, что есть у человека жилка предприимчивого человека. Вот, сегодня абсолютно согласен, эту психологию надо менять, она меняется. Я, кстати, многим бы рекомендовал прочитать книги Роберта Киосаки «Бедный папа, богатый папа», начинать с нее. Я ее несколько раз читал, и при том, что мы при моем каком-то опыте, я постоянно для себя находил там что-то новое. Поэтому рекомендую. Ну, и завершая наш разговор, время наше уже истекает. Да, я хочу сказать то, чего, наверное, самое главное в данной ситуации. Вот все те проблемы, которые сейчас очертили, вот, наверное, все-таки это вам решать. Вот есть союз, который должен способствовать. Вот этим, наверное, и нужно заниматься, потому что мне так кажется, что создав свое дело, вот, в той же Галушковке, да, или кто-то в другом районе, но как-то хочется, должно хотеться, во всяком случае, видеть весь край таким, всю Украину такой. Если мы говорим о том, что мы должны быть европейцами, это дело не одного дня, и это дело не виза или без виза, и это дело не вхождение в ассоциацию, а это дело, прежде всего, я так думаю, и я думаю, что не один я так думаю, это построение нормального общества, можно называть его европейским, можно называть его каким угодно, в своей стране, когда приятно приехать в какой-либо населенный пункт, понимая, что здесь тебе будет интересно прежде всего. Вот этого я желаю вашему союзу, дабы здесь работа была более успешной. Спасибо за разговор. Спасибо, спасибо, Жаня, спасибо. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что что-то вы из этого разговора для себя взяли, может быть, что-то вынесли. Я буду этому рад. Всего доброго, встретимся в среду. Субтитры создавал DimaTorzok